всем привет добро пожаловать на мой канал сегодня решать задачу номер 150 вычисление обратной поиска нотации уровень medium так нам дан массив строк tokens который представляет собой архметическое выражение обратной поиска нотации то есть какие могут быть элементы этого массива это могут быть архметической операции такие как плюс минус может либо разделить также цифры цифру виде строк тут наглядно видно по на примере 1 что такое поиска на обратно польская нотация это тот случай когда сначала идет два операнда а потом идет операция например как в примере 1 сначала идет два операнда 2 там один и знак сложения то есть после того как мы получили два операнда и операцию мы можем выполнить эту операцию и результат используем как очередной операнда то есть например опять же первом примере после того как сложили 2 и 1 мы получили 3 и 3 считается первым перандом следующей операции у которой второй оперант это тоже 3 и действие умножить результат получаем 9 то есть надо реализовать такое вычисление и вернуть в итоге результат целое число как из детали тут это деление целочисленное деление должно округляться в сторону лям так дальше смотрим графически как будем решать подобные задать подобную задачу решают с помощью стека то есть какой-то принцип опять же напомню что такой стек такая структура данных которую у которой есть операции добавления извлечения проверка на пустоту и проверка вершины стека элементы стек добавлять такой последовательности то есть добавлять элемент пример один за ним 2 интер 3 добавить три элемента при извлечении элементы извлекаются из тека в обратном порядке от тех как не туда клались то есть если мы положили три элементы хотим их извлечь то есть это графически это так выглядит извлекаем с той же стороны то есть из представить это как трубку с которого и кладем то есть извлекаем в том в таком порядке сначала извлекаем 3 потом 2 там 1 то есть такой принцип стеком теперь давайте рассмотрим на конкретном примере то есть опять же смотрим пример 1 ты что у нас есть у нас есть наши стек в него мы кладем сначала пойдем двойку после двойку кладем одни арку то есть пока мы кладем цифры и цифры мы пойдем просто в стек как только мы встречаем операцию например данном случае плюс мы извлекаем 2 операнда притом тут есть особенность что нам надо их извлечь условно в обратном порядке то есть для них операции от ними значения но для ряда операций то есть на нашем случае операции деление либо вычитание двойка в зам 1 то есть как то есть для плюса это неважно но для двух из четырех операций это важно поэтому мы будем это сохранять в отдельной переменную то есть допустим сейчас мы встретили плюс у нас уже стеки есть 2 и 1 есть операция плюс запишем 2 . тут будут вычисления мы извлекаем последовательно однеркой двойка и вычисляем результат результат будет такой 2 плюс 1 получили результат так напишем что это тройка и следующий шаг снова тот же стек который мы добавляем вот эту тройку далее следующий оперант то есть мы снова добавляем тройку из две тройки следующей операции умножить тут аналогично извлекаем оба числа притом тут они конечно и одинаковые числа но все равно учитываем что числа надо здесь в обратном порядке то есть мы извлекаем оба числа сохраняем их переменные и выводим тут в обратном порядке то есть на тут на самом деле это неважно вычисляем 3 умножить на 3 равно 9 после этого это же число кладем обратно в стек 9 и в результате возвращаем после того как мы вычислили все операции из нашей последовательности из массива токенс выводим результат это 9 то есть результат выводим как вершина стека то есть ну либо в результате нас лимон еще будет один элемент поэтому на самом деле достаточно извлечь то есть извлекаем и возвращаем что так такой алгоритм то есть у нас ну нам нужен стек потом если у нас есть какой-то из операндов то есть плюс минус умножить или равно то извлекаем 2 то есть если оператор не оперант извлекаем 2 пиранда и стека то есть взыкаем здесь стека два числа вычисляем операцию кладем результат обратно в стек если же это не оператор а просто число то кладем его сразу в стек то есть на самом деле достаточно простая последовательность давайте это сделаем то есть заведем стек будем использовать в качестве стека простой список в питоне то есть он позволяет проводить все операции доступные для стека теперь теперь нам надо в цикле проверить все токены то есть для всех токен в массиве токенс тут проверяем что токен это один из операторов плюс минус умножить и разделить то есть один из операторов то извлекаем два значения то есть а это стек . поп питоне поп это извлечение последнего элемента в списке то есть это как раз таки есть поп и аппенд аппенд это добавление элемент в конец списка поп и извлечение с конца списка то есть это ровно две операции которые нам нужны из-за операции со стеком извлекаем два операнда а и б далее проверяем что у нас за оператор то есть это может быть плюс иначе токен может быть минус умножить и последний возможный оператор это разделить тут можно сразу же вычислить выражение и положить его обратно в стек кладем стек с помощью оператор с помощью метода аппенд не забываем что вычисление производим в обратном порядке то есть как было что тут в первом действии то есть кладем мы в порядке 2 а потом 1 а при вычислении мы извлекаем сначала однерку то есть однерка идет в первую очередь потом двойку но при этом вычисляем мы 2 плюс 1 то есть при извлечении однерка это будет а двойка это будет б соответственно выражение будет b плюс а то есть это важно то есть для суммы это не так важно это будет важно для разности деления так скопирую тут провожу остальные операции минус умножить с делением немного сложнее так как нам надо округлить используем такой способ то есть делим потом округли приводим к целому числу то есть в данном случае не используем целое число деление такое как два знака разделить потому что в случае отрицательных чисел нам надо приводить в сторону нуля они в сторону минус одного поэтому делим таким образом операцию провели теперь если это не оператор то просто добавляем число стек также токен у нас это строка поэтому преобразовываем целому числу все проверили все токены теперь как я и говорил опять же в схеме это было у нас есть в результате стек в котором единственное число это и есть наш ответ то есть можно например его извлечь таким образом стек поп то есть у нас фактически мы использовали два из четырех основных операций со стеком это добавление и удаление стека оператор append и pop так давайте проверим тесты так тут спечатка проверяем тесты еще раз еще одна печатка в токене там 0 вместо о все тесты прошли теперь можно отправить решение все решение принято видно что он довольно эффективное решение как по памяти так и по временем на этом сегодня все полное решение смотрите в описании там реализация на питоне а также на языке c всем спасибо увидимся завтра пока 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 не